Всем привет! Это видео о том, как создать VPN-сервер на компьютере с Windows и подключиться к нему с другого ПК. Такой VPN-сервер можно использовать для анонимных действий в интернете путем сокрытия реального IP-адреса. Для обхода блокировки сетевого администратора или ограничений провайдера. Для шифровки передаваемых данных. Для доступа к закрытым сайтам из вашей страны. Для обеспечения возможности качать файлы в P2P-сетях, торренты и т.д. для защиты вашего компьютера при подключении к бесплатному Wi-Fi. Конечно же, если вам нужен VPN для обхода блокировки провайдером определенных сайтов или простого скрытия вашего IP-адреса при интернет-серфинге, то для этого не обязательно настраивать VPN-сервер. Можно воспользоваться уже готовыми сервисами. Детально об этом смотрите в другом ролике, ссылка на который есть в описании. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, чтобы создать VPN-сервер на компьютере, перейдите в Центр управления сетями и общим доступом. Изменение параметров адаптера. В папке «Сетевые подключения» нажмите кнопку Alt и выберите файл «Новое входящее подключение». Установите флажок рядом с именем пользователя, чтобы разрешить ему доступ к этому компьютеру и сети. Именно к нему будут подключаться другие ПК по VPN. Далее. Ставим флажок напротив функции через интернет. Далее. Здесь оставляем всё без изменений и нажимаем «Разрешить доступ». VPN-сервер создан. Теперь давайте представим, что, кроме прочего, данный компьютер будет являться неким сервером. Давайте создадим на нём папку, которой в последующем предоставим доступ другим компьютерам по VPN. И сделаем к ней общий доступ. Для этого кликаем по ней правой кнопкой мыши «Свойства», «Доступ», «Расширенная настройка». Ставим флажок напротив «Открыть общий доступ к папке». Далее жмём кнопку «Разрешение» и разрешаем полный доступ. «Применить», «Ок». Далее. Переходим к компьютеру нашего условного пользователя, которому необходимо подключиться к нашему только что созданному VPN-серверу. И получить доступ к папке. Чтобы подключиться к VPN-серверу, открываем «Параметры», «Сеть и интернет», «VPN», «Добавить VPN-подключение». В открытом меню настройки подключения установите, как поставщика услуг, «Windows встроенные». Имя подключения – любое. Так вы его будете видеть среди прочих сетевых подключений. Имя или адрес сервера. В это поле нужно внести IP-адрес или имя компьютера, на котором создан сервер VPN. Поэтому возвращаемся к нашему компьютеру-серверу и узнаём его IP-адрес. Способы есть разные. Можно перейти, например, на сайт toip.ru или узнать у администратора сети. Вносим его в поле подключаемого ПК, имя или адрес сервера. Тип VPN – автоматически. В поле «Имя пользователя и пароль» внесите имя и пароль от учётной записи компьютера сервера, того пользователя, напротив которого мы ставили галочку во время создания VPN-сервера. После этого нажимаем «Сохранить» и видим, что VPN-подключение создано. Чтобы подключиться с его помощью к нашему VPN-серверу, кликаем на нём и нажимаем «Подключиться». Иногда при подключении вы можете столкнуться с такой ошибкой. Не удаётся подключиться к удалённому компьютеру. Возможно, потребуется изменение сетевых параметров соединения. В таком случае нужно внести изменения в настройки входящего подключения компьютера-сервера, а именно указать пул возможных подключаемых IP-адресов. Для этого переходим к компьютеру-серверу. Центр управления сетями и общим доступом. Изменения параметров адаптера. Кликаем правой кнопкой мыши на входящее подключение. Свойства. Сеть. IP версии 4. Свойства. Отмечаем указать IP-адреса явным образом. И вносим пул желаемых адресов. Любых. Но один нельзя. ОК. ОК. После этого возвращаемся к подключаемому компьютеру и пробуем подключиться ещё раз. Компьютер подключен к VPN-серверу. Перейдите в сетевые подключения компьютера и вы увидите там новое только что созданное подключение. С названием, которое мы ему присвоили при создании. Чтобы получить доступ к расшаренной папке на компьютере VPN-сервере. Запустите команду ipconfig на компьютере с созданным VPN-сервером и посмотрите IP-адрес созданной VPN-сети. Или узнайте его у администратора данной сети. После этого откройте проводник на компьютере пользователя и введите в поле для адресов данный IP-адрес, поставив перед ним два обратных слэша. Если в результате ничего не происходит, то причиной этому могут быть настройки брендмауера компьютера-сервера. Поэтому в таком случае переходим к компьютеру VPN-серверу. Заходим на нём в панель управления. Брандмауер защитника Windows. Дополнительные параметры. Перейдите в правило для входящих подключений. И найдите здесь правило с названием служба входа в сеть np-in. Кликаем на нём. Как видим, данное правило отключено. Включаем его. Теперь переходим на компьютер клиента и пробуем перейти к расшаренной папке компьютера-сервера ещё раз. Вводим пароль пользователя компьютера VPN-сервера. Вот расшаренная нами ранняя папка. Это я показал подключение к компьютеру VPN-серверу напрямую. Если же он подсоединён к сети через роутер, то для того, чтобы подключиться к нему, на роутере необходимо настроить проброс порта 1723. Как это сделать? Перейдите в настройки роутера, через который подключен к сети компьютер VPN-сервер. О том, как сделать это, я уже рассказывал в одном из своих роликов. Ссылка в описании. И зайдите в меню Переадресация. Виртуальные серверы. Добавить. Я уже настроил у себя проброс, поэтому покажу на своём примере. Введите в нём порт сервиса 1723. IP-адрес – адрес компьютера, на котором будет создаваться VPN-сервер. В нашем случае это такой. Как его узнать? Способы есть разные. Один из них – введите в командной строке команду ipconfig. Нам нужен ipv4-адрес основного сетевого адаптера. Он обычно первый в списке. Два других – это в моём случае – адаптеры виртуальной машины. Протокол. Всё. Состояние. Включено. Сохранить. На некоторых роутерах после этого потребуется перезагрузка. Всё. В результате внешние VPN-подключения будут переадресовываться на данный ПК. И последнее. После того, как будет осуществлено VPN-подключение, на клиентском компьютере отключится доступ к интернет. Чтобы на нём при активном VPN-подключении не пропадал интернет, сделайте следующее. При отключенном VPN-подключении перейдите к сетевым подключениям клиентского компьютера. Кликните правой кнопкой мыши на созданном VPN-подключении и выберите «Свойства», «Сеть», «IP версии 4», «Свойства», «Дополнительно». В вкладке «Параметры IP» уберите галочку напротив функции «Использовать основной шлюз в удалённой сети». Всё. При следующем подключении интернет пропадать не будет. В процессе создания VPN-подключения могут возникнуть дополнительные нюансы. Ошибки или сбои. В одном коротком ролике их все не охватишь, ведь настроек очень много. Если у вас будут возникать дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. А у меня пока на этом всё. Ставьте лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.